друзья привет с новым годом я там своим телеграм-канале вам подарочек под елку положил и стали поступать вопросы и комментарии стиле ух ты какой классный хочу с ним делать как им пользоваться и так далее сейчас попробую кратко рассказать я написал небольшую инструкцию в своем блоге в теле тайпе кому интересно почитайте ссылка на нее будет в телеграм-канале а непосредственно для ролика я собрал такую небольшую презентацию и так что это за подарок такой это шпаргалка я называю навигатор по рынку конечно же она создана в первую очередь но вот так красочно оформлен для того чтобы вам было понятно о чем идет речь в моей голове она выглядит несколько иначе первую очередь она помогает мне систематизировать и структурировать все мое представление о том как другие участники торгов реагируют на различные события которые происходят в бизнес-цикле и отдельно в цикле фондового рынка что на ней изображено я для начала пройдусь по каждому элементу кратко а далее мы их разберем более подробно первое что нужно отметить это вертикальная ось называется fed policy это про денежно-кредитную политику федеральной резервной системы соединенных штатов америки в принципе при определенных условиях вы этот навигатор можете переделать под любую страну которая вам нужна но так как я занимаюсь рынками акции сша я буду использовать естественно всю информацию которая мне вообще доступна по рынку сша первое это вертикальная ось денежно-кредитная политика горизонтальная ось это макросентимент как их нужно воспринимать вот сюда вот вверх и вот сюда вправо это хорошо а вот сюда влево и вот сюда вниз это плохо и между ними есть какие-то промежуточные этапы сейчас мы до них доберемся горизонтальная ось макросентимент это про все что касается макроэкономики различных статистических данных от различных статистических же бюро так как эта шпаргалка сюда выписаны отдельно дополнительные макрофакторы которые нам нужно отслеживать для того чтобы ориентироваться в том что в данный момент происходит на рынке пересечение этих осей дает нам 4 на самом деле данном случае 5 сегментов это такие прямоугольные блоки вот они каждый из них отдельно озаглавлен это про режимы самый понятный и уже знакомый вам это режим риск он и рисков если вы давно меня смотрите то вы уже прекрасно понимаете о чем идет речь возможно чуть менее известные вам это режимы колите вайл и игров так как эта шпаргалка в первую очередь для вас я сюда соответственно вынес и динамику изменения формы кривой доходности чуть дальше о нем расскажу на мой взгляд это вообще топ-1 инструмент для любого среднесрочного трейдера или для и уж тем более для инвестора и в отдельных прямоугольничках зафиксировал то на что нам придется смотреть или на что лучше всего обращать внимание в текущем режиме то есть у этой шпаргалки как бы двойная задача первая она может нам подсказать что именно покупать и продавать сейчас в текущем режиме какие классы активов можно брать в лонг или разумно брать в лонг какие либо вообще не нужно трогать либо можно взять short факторные спреды факторные отношения их тоже активно торгую сегодня про них расскажу с ними что-то можно делать такое первое она нам подсказывает что можно брать знаменитый вопрос антон что купить антон что продать чтобы заработать естественно а вторая часть это глядя на эти же метрики на эти же факторные спреды на поведение отдельных классов активов мы также можем засвидетельствовать наличие в данный момент определенного типа режима самый простой самый понятный индекс викс все его знают как индекс страха он конечно нифига не индекс страха но эта тема отдельные лекции он может падать он может расти очевидно что когда он сильно растет прям сильно и резко скорее всего цены на акции падают скажем так в 99 процентах случаев это будет так когда он болтается на своих исторических минимумах скорее всего в этот период рынок растет но нам конечно же желательно знать об этом немножечко заранее не потом постфактум и чаще всего у нас будет возможность определить что же сейчас происходит или вот-вот начнет происходить глядя на остальные факторные метрики эти две я привел лишь в качестве примера потому что за 2021 и 22 год все уже точно узнали что такое режимы риск он и риск of а те кто смотрит мои ролики и подавно так двинемся дальше и разберем каждый элемент более подробно вертикальная ось денежно-кредитная политика фрс в самом простом виде что у нас может делать фрс фрс у нас и у них может что понизить ставку и держать ее низкой какое-то время сейчас ставка низкая они что-нибудь собираются делать нет ничего не происходит фрс может ставку повышать регулярно на каждом заседании либо с какими-то перерывами но это будет отдельный период когда фрс повышает процентную ставку далее в какой-то момент рано или поздно фрс придется остановиться нельзя простить ставку бесконечно долго так же как и нельзя бесконечно долго держать ее низкой и фрс придется остановиться да кстати перед вами график как раз таки той самой ставки которую контролирует фрс с 90-х по сегодняшний день и как вы видите фрс регулярно чего-то не делает потом что-то делает либо повышает либо понижает так вот фрс может ничего не делать ставка будет оставаться низкой далее фрс может начать ставку повышать рано или поздно фрс придется остановиться и будет отдельный период когда ставка достаточно высокая но она больше не меняется ни вверх ни вниз потом еще раз рано или поздно этому придется случиться ставку придется опускать и мы снова получим период в котором они будут Низкие или ниже, чем сейчас И неизменные Поэтому возвращаемся к нашей схеме ФРС может понижать ставку, это хорошо Или держать ее достаточно долго низкой Или остановить цикл повышения Это все про хорошо Но здесь вот специально стоит плюсик ФРС может либо начать говорить, что будет повышать ставку Либо инвестиционная и торговая общественность будет предполагать Что ФРС вот-вот начнет повышать ставку Либо ФРС в какой-то момент остановилась, больше не повышает А потом снова решает начать повышать Это все про состояние плохо Поэтому я его отметил знаком минус То есть на этой оси, можно сказать, некоторая эмоциональная оценка Того, что ФРС делает Понижает или хотя бы не повышает, хорошо Повышает или держит высокой, не очень хорошо Следующее это про макросентимент У него тоже два режима Все хорошо или все плохо А если быть более точным, то у нас все улучшается или ухудшается А еще можно на это смотреть как А мы там собираемся улучшаться после того, как все ухудшилось Или сейчас все немножко поулучшалось, а потом опять будет ухудшаться Макросентимент это фактически про две вещи Первое и самое важное это про экономический или бизнес цикл Каждый день выходит какая-то статистика Иногда безработица, иногда запасы нефти Какие-то данные по рынку жилья, о производственном секторе Может быть об инфляции И различные участники торгов будут реагировать на эти данные по-разному Фондовый рынок будет по-своему смотреть на эти изменения Рынок товаров, ну например, нефти, меди и других промышленных металлов Или рынок продовольствия как-то иначе И абсолютно на каждое такое изменение, на каждый выход статистики Обязательно будет какая-то реакция со стороны рынка Где-то чуть раньше, где-то чуть позже Но в какой-то момент, когда выходят какие-то новые данные Не обязательно по США, возможно даже в отдельно взятой стране Или по целому региону типа Еврозоны И можно увидеть, если внимательно смотреть, как, например, очень резко изменилась цена на нефть Или на золото Или начали двигаться индексы широкого рынка А перед этим наиболее активно начали двигаться отдельные акции компаний Из конкретных секторов Если вдруг, например, выходящая в данный момент статистика Каким-то образом непосредственно касается этого сектора Естественно, у крупных банков, у фондов, у экономистов В ФРС, например, есть куча компов, ну то есть вычислительных мощностей Людей, отдельных людей, которые занимаются обработкой данных Отдельных людей, которые занимаются загрузкой данных В модели, которые сделали другие люди Эта модель будет реагировать на абсолютно каждое изменение И у экономистов эта модель говорит о том, что нам надо делать с экономикой У трейдеров и инвесторов эта модель будет говорить, что пойти купить, а что продать Ну отлично, у меня такой модели, таких возможностей, вычислительных возможностей Такого штата сотрудников, как у фондов или как у тех же ФРС У меня, естественно, нет Да мне, собственно, и не надо Это никак мне не мешает нормально ориентироваться в том, что в данный момент происходит Как в бизнес-цикле, так и в цикле фондового рынка У меня нет ни возможности, ни задачи быть везде и все резко покупать, продавать, реагировать абсолютно на все Нет, во-первых, есть определенная специализация Например, я специализируюсь на индексах широкого рынка в основном То есть, если даже я и иду думать что-то или искать что-то про нефть или медь или золото То это в первую очередь для того, чтобы понять, как это повлияет на индексы широкого рынка И довольно редко спускаюсь ниже до каких-то отдельных секторов И уж тем более индустрии или отдельно взятых компаний Я отслеживаю самый верхний уровень данных, который относится к лидирующим макроэкономическим индикаторам Это различные опросы деловой активности, различные целые специфические агрегаты Leading economic indicators, данные по рынку жилья Даже данные о производстве или продаже новых или даже поддержанных автомобилей Уже о чем-то могут нам намекнуть Как там меняется спрос, как меняются потребительские настроения и так далее И вот у нас с вами уже выстраивается какая-то понятная модель Смотрите, если ФРС, используя всю свою монетарную власть, ухудшает финансовые условия Повышает ставку, делает недоступными кредиты Мешает бизнесу, особенно убыточному и зомби, развиваться, людям потреблять и так далее То логично, что со временем это может привести к снижению макроэкономической активности И ухудшению макроэкономических данных То есть ухудшению макросентимента Но всегда ли? О нет! Прямо сейчас, в январе 2023 года Буквально вчера вышли данные по безработице, которая оказалась ниже, чем в предыдущих периодах Там, безусловно, масса нюансов Надо смотреть, во-первых, где люди работают Потому что одно дело, это рабочие на производстве, которые точат детали Другое дело, если это какой-то, не знаю, кошачий парикмахер Или собачий психолог, или какой-нибудь блогер То есть эти вещи, конечно же, тоже надо отслеживать Но в целом, вот в данный момент происходит именно это ФРС очень жесткая, ставка очень высокая Экономика вроде как ломается Но экономическая активность все еще достаточно высокая Плюс у людей достаточно много сбережений Это, кстати, тоже определенные когорты или класс индикаторов, которые мы отслеживаем В конце концов, вся экономика состоит из маленьких экономических агентов Из нас с вами, из потребителей и производителей чего-либо Чьи-то расходы, это чьи-то доходы Соответственно, мы обязательно должны смотреть и на это Так вот, главных режимов у нас получается примерно пять Вот самых-самых главных два Это риск он и риск офф То есть у нас активы, ну, допустим, акции растут в цене или падают Или спрос на товары у нас На энергию, нефть, газ На продовольствие, на стройматериалы и так далее Экономическая активность высокая, спрос высокий Цены тоже растут Так вот, у нас как бы два главных режима Это риск он и риск офф Все растет или все падает Но если мы хотим какой-то конкретики Если мы хотим максимизировать свою прибыль От различных сделок То нам придется учитывать вот эти самые нюансы Потому что есть периоды, когда, например Лучше быть не в индексе S&P 500 А лучше быть в индексе NASDAQ Или вообще в самых убыточных и самых отвратительных компаниях Бывают периоды, и их можно отслеживать Когда лучше всего находиться только в долларах Или по уши упаковаться во фьючерсы На нефть, на медь или на древесину Есть еще более экзотические способы Как-то отыграть текущий режим Можно, например, знать, какие вообще факторные метрики у акций бывают Ну, самые популярные и самые известные По которым я вам уже много рассказывал Это акции фактора Value, Quality и Growth Но есть еще акции циклических и не циклических секторов Есть акции с высокими мультипликаторами Есть с низкими С высокой бетой, с низкой бетой Акции развивающихся рынков или развитых рынков Малой капитализации или большой капитализации И так далее и тому подобное И в разное время, в разных режимах Все они по-разному себя ведут Поэтому, если вы относительно активный инвестор или трейдер То вам, конечно, хотелось бы эти нюансы знать То есть, если вы готовы менять постоянно содержимое своего портфеля Либо свои предпочтения Либо выбирать сделки не просто из того, что смогли найти А из того, что для текущего режима, который вы можете определить Скорее всего, будет лучшим вариантом То есть, например, вырастет и А, и Б, и С Но А вырастет на 5%, а С может вырасти на 25%, а Б всего на 10% Соответственно, конечно же, вам хотелось бы выбрать то, что будет перформить Или чувствовать себя лучше всего в данном конкретном режиме Вот, глядя на эту схему, можно для начала научиться понимать, какие есть режимы А впоследствии и пользоваться своим пониманием Для того, чтобы определять, что же лучше купить или продать В своем ролике исследований я достаточно подробно остановился на этом вопросе На вот этих главных факторах и на том, как они примерно, еще раз, это схема Примерно себя чувствуют в рамках цикла фондового рынка Ну, то есть, это такой цикл, когда мы живем от низких ставок до низких ставок Цепляя период от всего, что произошло Повышение, остановка, снижение и возврат к тому, что было Еще раз, эта схема, нюансов намного больше В тексте я об этом чуть подробнее написал Далее, что еще интересного, что особенно мне нравится вот в этой схеме Это, соответственно, динамика изменения формы кривой доходности Мы обычно привыкли к тому, что у нас есть просто форма кривой доходности Ну, то есть, она бывает нормальной формы, инвертированная Слышали же уже много раз, там инверсия кривой доходности А-а-а, срочно все, бежим и так далее Вот это примерно про это Она может быть абсолютно прямой, ну, практически И бывает вот немножко косовывернутой С задранным передним концом Что это вообще такое? Я в тексте подробно написал, но сейчас могу повториться Представьте себе, что вы хотите дать в долг государству США Государство США с удовольствием примет ваши деньги в долг Как? Через продажу вам своих облигаций Они вам облигации, вы им деньги А через какое-то время вам вернут ваши деньги Ну, то есть, номинал, по которому вы приобретали И процент, либо фикс, либо купонным доходом Ну, в России это ОФЗ, например А в США это USD, United States Treasury Bills Вы можете дать в долг государству США на разный срок На 30 лет, на 10 лет, на 5, на 3, на 2 года Даже на месяц И вот если вы возьмете всю эту линейку облигаций И расположите ее на шкале от самого короткого срока облигаций До самого длинного А на оси Y, на вертикальной оси Отметите их текущую доходность Ну, вот, сколько сейчас дают 30-летки Сколько сейчас дают 5-летки Сколько сейчас дают 2-летки Вы получите эту самую кривую доходности Вот что это такое Очень просто Они бывают нормальные, инвертированные Перекособоченные и прямые Ну, прямая, понятно, это когда у всей линейки Абсолютно одинаковая доходность Один месяц дает столько же, сколько 30-летняя В 30-летней вы будете 30 лет получать этот фикс А месячная, вот, через месяц закончится Вам вернут ваши деньги и дадут процент Тут вы сразу начинаете догадываться Ну, если на месяц дают столько же, сколько и за 30 лет То я, может, не буду рисковать и покупать 30-летнюю А то там еще сидеть, ждать, пока Мало ли что там произойдет, правда? Ведь они могут упасть в цене И 20 лет стоить очень-очень дешево Ну, типа, неприятно А вот здесь вот возникают эти самые нюансы Как мы к этой кривой пришли? И это намного важнее То есть, еще раз, если вы полезете в инет У вас там все будет про форму кривой доходности А я настаиваю на том, что смотреть и изучать И понимать надо именно динамику изменения То есть, как она к этой форме пришла Откуда? Вот она у вас была прямая Дальше передний край начинает подниматься А нижний опускаться И вы получаете, как бы, кривую правильной формы Можно с этой стороны ее получить Она может быть инвертированная Дальше передний край начинает опускаться А дальний подниматься Или дальний конец на месте А передний край опускается Еще раз, это очень важный нюанс Они не возникают просто механически Потому что так кому-то захотелось За этим стоят определенные процессы То есть, нужно понимать Почему именно участники торгов этого рынка А рынок долга, рынок облигаций Один из самых огромных в мире Рынок акций там рядом не валялся Поэтому, когда мы говорим о рынках Имейте в виду, что две трети Всех речей, мнений и понимания Должны приходиться на рынок долга Именно поэтому, когда ФРС Или любой другой Центробанк Что-то делает Это приводит к таким Либо катастрофическим Либо ужасно классным последствиям Для тех, кто держит, допустим, акции Потому что, в первую очередь, это шатает Гигантский, невероятно огромный И достаточно сложный рынок долга Сложный, я имею в виду, в своих взаимосвязях Ну и, собственно, динамик изменения формы Ее можно представить в виде четырех таких вариантов Два бычьих, как бы, и два медвежьих Назовем это так Бычье выравнивание Оно становится более флэт Ровный Или бычье уплощение Ну, короче, как-то так Это про bull flattener И bull steepener Это про бычье выравнивание Почему бычье? Потому что речь про изменение формы Вследствие снижения ставок А разница в том, что Либо передний край снижается быстрее, чем дальний Либо дальний снижается быстрее, чем передний И вы себе представить не можете Насколько это огромная разница И насколько важно И круто, если вы ее видите И понимаете, что будет происходить на следующем этапе С этим вы можете строить очень валидные прогнозы Относительно того, что будет происходить дальше в цикле фондового рынка Влияет на все это, в первую очередь, денежно-кредитная политика Вкупе с тем, что происходит в самом бизнес-цикле непосредственно В статье на телетайпе я это подробно описал Почитайте Далее, так как это шпаргалка, то, естественно, нужно сюда добавить как можно больше элементов Шпаргалка такая штука, на которую посмотрел и вот сразу все понял Классные шпаргалки те и у тех, кто, во-первых, все знает И ему нужно просто облегчить себе доступ к своей базе данных Именно это задача шпаргалки Вы на нее посмотрели и сразу вспомнили у вас Тут же прокинулись все связи Вы сразу вспомнили, как доказывать теорему Или что там надо рассказать по теме, допустим, билета А нам с вами шпаргалка нужна Мы не экзамены сдаем Мы, допустим, учимся Или у нас какие-то ограниченные возможности По сравнению, например, с персональным компьютером У меня вот так Я не могу помнить тысячу единиц данных одновременно Помнить все эти связи Большую часть, конечно, помню Но, в принципе, мне ничего не мешает Точнее, не мешало Однажды создать вот такую вот шпаргалку Для того, чтобы периодически на нее посматривать Мы люди, существа эмоциональные Уровень гормонов в крови мы практически не в состоянии контролировать самостоятельно Рынок, среда агрессивная И лучше, конечно, иметь какую-то внешнюю инструкцию Руководства к действию Немножечко отрезвляет Так вот, сюда вынесены еще дополнительные блоки Это просто для напоминания Что еще может соответствовать этому режиму? Мы можем увидеть, что начался режим Риск, он по-разному Мы можем это увидеть, или понять, или предположить По действию Федеральной резервной системы По изменению макросентимента По движению отдельных классов активов По их взаимодействию между собой То есть, ну, подключая сюда некий межрыночный анализ По спредам и рейшос Ну, то есть, отношениям различных классов активов Или различных секторов, индустрии и так далее Можем увидеть или понять это по динамике изменения формы кривой доходности Чаще всего это будет все вместе И можно посматривать на, ну, скажем так Отдельные такие индикативные метрики Которые на самом деле являются просто Производной взаимодействия там двух других Ну, к примеру, доходы корпораций Понятно, что когда инфляция растет Денежно-кредитная политика мягкая Цены на все растут Производственная активность высокая Потребительская активность еще выше Ну, конечно же, доходы корпораций будут потихонечку расти Но можно посмотреть на это с другой стороны Можно, к примеру, предположить Или увидеть по динамике там за какой-то период В отчетах компаниях Что кажется, здесь что-то начинает сокращаться Потому что одно дело в целом про экономику говорить Другое дело смотреть на какие-то точечные узлы Или отдельные сектора индустрии Или, к примеру, инфляционное ожидание Можно просто людей спросить Типа, какую инфляцию вы ожидаете на следующий год? Это тоже инфляционное ожидание Можно посмотреть на рынок облигаций Особенно на дальний конец Это тоже нам немножечко поскажет о том Что рынок долго вообще думает о том Куда мы движемся Куда мы идем Какая будет инфляция Например, за 22-й год Рынок долго был очень красно лечив В отношении того, что он думает по поводу инфляции Понятно, что ничего хорошего не думает Но я имею в виду, что это можно было видеть и понимать А как это предсказывать? Как на это можно реагировать чуть пораньше? Ну вот у вас, например, нефть растет Логично, что стоимость энергоресурсов Критически важна для конечной продукции Понятно, что есть нюансы Есть там инфляция предложений Инфляция спроса Или еще кучу различных природ Этой самой инфляции Но в целом на это можно как-то смотреть Немножечко заранее И под разным углом Или, например, реальные доходности Тех же самых облигаций Можно вообще вывести отдельный график Я про это рассказывал У меня снят отдельный ролик на эту тему Посмотрите, кому интересно Это прекрасный индикатор для того, чтобы, например Торговать биткоинами, альткоинами И прочими токенами Я не говорю, что он единственный или самый главный Но если вы мои ролики регулярно смотрите Или читаете чат То, что я туда пишу Кидаю какие-то картинки Или даже свои сделки То вы увидите, что на эту штуку обязательно надо смотреть Потому что изменение Допустим, рост реальных доходностей облигаций То есть это номинальный минус Те самые инфляционные ожидания Существенно снижает аппетит к риску И в этот момент у высокорисковых активов Ничего хорошего впереди не будет Еще раз, если реальные доходности растут Ну, биткоин, как нам известно Из того же самого ролика И следования моего доклада Это все-таки Хайбета, хайриск актив Огромную практическую пользу Это все имеет Конечно, в первую очередь Для среднесрочных трейдеров И долгосрочных инвесторов В качестве примера Я уже несколько раз приводил динамику Последних двух лет Того, как это развивалось Внутри целого цикла От периода снижения ставок То есть с ковидного дна До сегодняшнего дня Когда мы достигли Скорее всего Некоторого пика повышения Ну, по крайней мере На данный момент И вдруг внезапно оказывается Мы сейчас проверены к акции Что различные факторные группы По-разному себя вели То есть одни люди С упорством одержимых Говорили Нет, я там Кока-кола Баффет стайл Вот буду сидеть Мне хорошо Окей, тоже способ Еще раз Вопрос Вы хотите максимизировать Свою прибыль или нет? Я, например, активно Залетал в новые размещения В IPO И сидел в акциях Частных компаний Именно это позволило Мне заработать Очень много денег Ну, для меня очень много Кто-то сидел в Кока-Колах Весь этот период А кто-то покупал Биткоины Или подборки То есть целые портфели Сверхубыточных И отвратительных компаний Отвратительных С финансовой точки зрения Сами компании Это, может, и неплохие Ну, что поделать Ну, если это зомби Живущий в долг Ну, классно, конечно Работу людям дает Здорово, прекрасно, замечательно Но с точки зрения Макроэкономики Это не жилец Однако Этот не жилец Будет лучше всего Себя чувствовать В питательной среде То есть при низких Процентных ставках Первый период То есть это конец Двадцатого И самое начало Двадцать первого года Все росло Но что-то росло Намного сильнее Та же ETF ARK Innovation Про биткоин Говорить не будем Это понятно Та же ETF ARK Innovation Как раз По большей части В основном из мусорных Либо просто Типа очень перспективных Но очень неустойчивых Компаний С неустойчивыми бизнесами Бизнес-моделями Не росли больше всего В то время как S&P 500 Dow Jones Russell И Nasdaq Тоже росли Но значительно медленнее На триста сорок процентов ETF ARK У нас приходится Всего плюс Семьдесят процентов Роста Dow Jones Ну это те самые Майкрософты С кока-колами А потом был Целый год Когда ARK Innovation Поинбейс Или лимонад Или еще Каких-то Стильных Модных Молодежных Инвестициях И вот Ничего не растет Ну так Режим В разном режиме Разные факторы Будут перформить По-разному Вплоть до того Что одно Будет стремительно Падать А другое Будет прекрасно Расти И то и то Акции Но они Еще раз Очень разные Я написал Несколько Постов Очень подробных И больших О тему Торговли Спредов Отношений Причин И так далее Зайдите Почитайте Все ссылки Здесь Я вот Этими Спредами Периодически Подторговываю Убыточных Сделок У меня По ним Не было Ну В позиционной Направленной Торговле Конечно Дело обстоит Иначе Но конкретно По спредам В условиях Стремного Медвежьего Рынка Все относительно Неплохо Там доходности Не очень большие Тут как бы Кому что Кому надежность А кому Иксы Иксы Это про 100% риск А надежность Это про Очень маленькие Доходности Я посидел Посчитал Прикинул Сколько же Нужно времени Для того Чтобы научить Человека Этой штукой Пользоваться У меня получилось Что-то около Двух месяцев Я в телеграме Уже пост Написал Если хотите В начале февраля 6 февраля Приходите На мой Образовательный Проект Который будет Посвящен тому Что мы будем Разбираться Вот с этой штукой И с каждым Элементом Отдельно И с тем Как они Взаимодействуют Вместе Вы меня уже Неплохо знаете Как аналитика Вы видите Как я Предсказываю Или предугадываю Какие-то вещи На самом деле Это не предсказание И предугадание Это анализ Объективной реальности Через призму Понимания Того Как этот рынок Устроен Как он работает И как участники На нем Друг с другом Взаимодействуют И вот собственно Про каждый элемент Этой шпаргалки Я вам буду рассказывать Параллельно с этим Будут выходить Какие-то данные Будут выступать Председатели ФРСов И Евроцентробанков Постоянно будет выходить Какая-то макро статистика Постоянно будут Куда-то разъезжаться Спреды Выскакивать Какие-нибудь Отдельные центробанки С контролем Своих кривых доходностей Или с продажами Больших упаковок Облигаций США И так далее И на все это Мы будем реагировать Так что Если вам интересно 6 января Жду вас на проекте Доступ через бота Все ссылки Либо вот в этой статье Либо в телеграм-канале Либо в описании Под этим роликом В программе проекта Разумеется Тем намного больше Это просто Самые такие Базовые Крупные Анализ Макро-сентимента Все что к нему Относится Обязательно Отдельно И много Придется поговорить Про кривую доходностей Разберем Что такое Факторы И как Факторно Анализировать Рынок Рынок Акций Нам придется Погрузиться В межрыночный Анализ Для того Чтобы понимать Как изменение Цен на нефть Влияет на инфляционные Ожидания Вместе с этим На допустим Цены на золото Не на сами цены А на динамику Их изменения Вверх или вниз Естественно Нам придется Разобраться С тем Где эти данные Брать У кого еще Можно учиться Я вот учусь У банковских аналитиков Если вы на меня Давно подписаны Вы знаете Что я регулярно Выкладываю Подборки С банковской Аналитикой А в чате Постоянно Делюсь Какими-то Ссылками На статьи Находками Картинками Ну какими-то Важными данными Либо срезами данных Либо специфически Обработанными данными Все что представляет Для нас Как аналитиков Интерес Мы в первую очередь Аналитики Потом мы уже Трейдеры Потому что прежде чем Нажимать кнопки Мы сначала анализируем Что происходит Разбираемся с тем Где мы находимся Что нас ждет И потом только Идем и генерируем Торговые идеи И только после этого Нажимаем кнопки А чтобы работать С этими данными Для того чтобы Мы могли заниматься Еще какой-то другой жизнью Нам естественно Нужно этот процесс Как-то выстроить Настроить платформу Для визуализации Окей У кого-то это терминал Bloomberg Как говорится Честь и хлова Молодцы Завидуем У кого-то это там Refinitif Icon Окей Тоже неплохо У кого-то это IQ У кого-то TradingView Как у меня Тоже хорошо И всю эту работу Придется провести Я на это закладываю Порядка двух месяцев Все естественно Будет происходить онлайн Есть отдельный канал Telegram канал Где будут вестись Трансляции лекций Стримы Ответы на вопросы И естественно Отдельный чат Где всегда Можно ко мне обратиться Задать какой-то вопрос Вы прекрасно знаете Что я и В обычном Общем чате Своем отвечаю Постоянно Всем И много Ну а Соответственно В этой группе Мы будем работать Намного плотнее Моя задача будет В том Чтобы стать вам Ненужным Чтобы вы Сами Все это могли Понимать Делать И без меня Этим пользоваться Либо мы Просто сильно Подружимся И будем этим Заниматься Как-то параллельно Вместе Онлайн встречи Я планирую На февраль Два-три Два-три Раза в неделю Вечернее время По Москве В будние дни Выходные Надо отдыхать Да и рынки Не работают Параллельно Весь февраль И весь март Мы будем заниматься Тем что Анализировать Обсуждать Разбираться Генерировать Спорить На тему того Вот вышли новые данные Что с этим Можно сделать У меня есть опыт Такой работы С людьми Понятное дело Что приходит Учиться ко мне То есть это не будет Тусовка тех Кто в этом Прекрасно разбирается Таким людям Оно не надо Люди приходят учиться Но тем не менее В этой среде Довольно неплохо Все друг друга догоняют И дербанят меня В лоскуты Пока я отвечаю На все миллионы Вопросов Которые мне задают Я кстати не против Мне учить Объяснять Разжевывать И показывать нравится Собственно этим Аналитика занимается Как правило Все остальное время Не занятое лекциями Или просмотров Или созданием Каких-то обзоров Мы его проводим В чатах До 26 января Новогодние скидки Доступ через бота Сервис подписки Переходите по ссылке Нажимаете кнопку Выбираете Как понимать рынок Читаете Что написано И выбираете Оплату Либо карты Либо в USDT Дальше по указателям И инструкциям Это не сложно После того Как все пройдет успешно Вы получите Приглашение В телеграм-канал Там уже даже что-то есть И в чат Который разбит на группы Не забывайте Что медвежий рынок Самый лучший Для обучения Это прекрасное время Находиться в защите Ничем не рисковать И прокачивать Свои скиллы И понимание У меня все На этой неделе Я для вас подготовил Еще один маленький сюрприз Это видеоролик Он вам точно понравится Но он еще не готов Будет чуть-чуть попозже И будет большая Посленовогодняя подборка Банковской аналитики Приходите учиться Будет круто Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok